всем привет с вами касс на этом видео у нас телефон ритме и при разблокировке на экране написано вот такой вот текст не закрывайте область динамика на этом видео я расскажу как решить эту проблему и по каким причинам этот текст появляется на экране при разблокировке еще эта проблема также может проявиться в таком виде когда вы звоните кому-нибудь ваш экран телефона сразу выключается если нажать на любую механическую кнопку экран опять включается или же в таком виде если мы в ватсапе пытаемся прослушать присланы нам аудио то экран сразу выключается данный телефон принес клиент ему в другом сервисе заменили экран через некоторое время начала появляться этот текст на экране при разблокировке экрана клиент снова отнес телефон этим мастером они переклеили экран клиент начал пользоваться телефоном через некоторое время опять началось это и клиент расстроился принес мне телефон решить эту проблему я бы так сказал у меня особый случай почему расскажу в конце дело не в том что те мастера неправильно приклеили дисплей просто особенность телефона который не учли другие мастера значит данный текст появляется на экране по причине срабатывания датчика приближения например когда мы начинаем звонить кому-то подносим телефон к уху срабатывает датчик приближения при этом выключается экран телефона если мы отдаляем телефон от уха то телефон опять включает экран так работает датчик приближения в исправном варианте в нашем случае датчик на телефоне срабатывает без подношения телефона к уху из-за этого и на экране написан текст не закрываете область динамика во время разблокировки экрана. Датчик приближения в основном находится на верхней части телефона. Вот эти два отверстия. Один из них передает свет на наше лицо, например, а другой принимает свет, отраженный от нашего лица. Между ними стоит перегородка, чтобы свет не попал из одного отверстия в другой до того, пока свет не попадет на наше лицо и не отразится на другое отверстие. Как видим, в одном из отверстий моргает светодиод. Это отверстие, которое передает свет, а другой же принимает. Значит, рассказывай про причины. Первая причина – это связано в первую очередь с плохим приклеиванием экрана к телефону. Экран телефона должен быть плотно приклеен к телефонной рамке. Часто мастера делают экспресс-замену, мало и плохо намазывают клей. И дисплей-телефон заклеивается на телефоне с зазором или просто плохо приклеивается. Из-за этого и будет срабатывать датчик приближения. А часто экран и вовсе отваливается от телефона через время после приклеивания. Экспресс-замена – это в течение часа вам меняет экран и отдают телефон. Желательно оставить телефон на сутки мастеру, чтобы экран хорошо приклеился на телефоне. Имейте в виду, дисплей на телефоне не должен иметь зазор, то есть должен быть плотно приклеен к рамке телефона. А также не должен отходить от рамки телефона таким вот образом. Видно, да, вот плохо приклеили. Дисплей должен быть приклеен без свободного хода. Если вы сбоку на телефоне будете видеть подсветку вот таким вот образом, это означает, что вам плохо приклеили экран. Решением в этой ситуации является переклейка дисплея. Нужно будет дисплей снова отклеить, почистить рамку от старого клея, намазать новый клей и снова приклеить. Вторая причина – это переливание клея. Эти два отверстия датчика приближения на телефоне замазываются клеем. То есть многие новички-мастера даже не догадываются, что на телефоне эти два отверстия нельзя замазывать клеем. Да и что там новички, даже опытные мастера по неосторожности замазывают клеем эти отверстия. Потом просто отмазываются от клиентов. Типа это уже другая проблема. Кому интересно переклеивать дисплей. Они просто мажут клей на рамку, не соблюдая эти нюансы, и клеют дисплей. После на экране телефона мы видим предложение «Не закрывайте область динамика». В область датчика приближения вообще не рекомендуется мазать клей. Просто ставьте эту область на телефоне без клея. Или намазать клей так, чтобы она не закрывала эти два отверстия. Решением является эта переклейка дисплея с очищением старого клея, особенно в области отверстий датчика приближения. Третья причина. Это теряет уплотнительную резинку или перегородку между отверстиями. Многие телефоны нужно разбирать перед заменой экрана. После разборки телефона многие мастера забывают о том, что не нужно терять эту уплотнительную резинку или перегородку, или могут потерять по неосторожности, так как она имеет небольшой размер. Если эту уплотнительную резинку потерять, мы потом на экране получим и видим текст «Не закрывайте область динамика». Решение – это найти потерянную уплотнительную резинку или поставить подобную с другого телефона. Но имейте в виду, не все перегородки подходят с других телефонов. Если у вас совсем нет вариантов, то решением будет сделать самодельную перегородку из двухстороннего скотча. Как это выглядит, смотрите после четвертой причины. Это три причины, по которым обычно срабатывает датчик приближения или появляется текст на экране «Не закрывайте область динамика на телефоне». Поэтому я сейчас вам расскажу про четвертую причину срабатывания датчика приближения. Это, конечно, особый случай. Здесь были исключены все три вышеперечисленные причины срабатывания датчика приближения. Так вот, четвертая причина является проблемой в уплотнительной резинке, то есть перегородка. Она почему-то стала короткой. Уплотнительная резинка имеет определенную длину, которая должна впритык доставать до экрана. Тем самым создает перегородку между двумя отверстиями датчика приближения. В моем случае эта перегородка стала короче, чем нужно, и она не доставала до экрана. Даже приклеив дисплей очень плотно к рамке телефона. Почему уплотнительная резинка стала короче, неизвестно. Она просто не доставала до экрана. Исходя из этого, я приклеил немного скотча двухстороннего между отверстиями на экране. Вот так вот и все, проблема решена. Скотч дополняет длину, которой не хватает в уплотнительной резинке. Эту проблему не смогли понять и решить другие мастера. Так вот, таким образом можно решить проблему и третьей причины, о которой я рассказывал ранее. То есть, если вы потеряете уплотнительную резинку, вместо этой резинки можно сделать самодельную перегородку с помощью двухстороннего скотча для датчика приближения. Конечно, эту длину и ширину вам нужно будет рассчитать самим, методом подбора, чтобы датчик не срабатывал. Вот, пожалуйста, после добавления двухстороннего скотча, я дисплей просто прижал резинкой на рамку. И теперь при разблокировке нет текста на экране. То есть, все работает отлично. Как мы видим, при совершении звонка датчик приближения срабатывает как положено. Вот я вам рассказал про основные причины срабатывания датчика приближения и появления текста на экране. Не закрывайте область динамика. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!